Полин Керли, американская исполнительница Водевилля и актриса немого кино. Ее актерская карьера длилась в период с 1919 по 1929. Полин Керли родилась 19 декабря 1993 года в городе Холлиок, штат Массачусетс. Мать Полин, Роуз Керли, привела ее в шоу-бизнес в возрасте 4 лет. Первоначально Полин исполняла Водевилля. В 1910 в возрасте 6 лет Роуз привезла Полин в Нью-Йорк, чтобы та смогла начать карьеру в немом кино и в театре. Полин начала получать различные роли в кино и в театре, выступая в частности в таких постановках, как «Хижина от дяди Тома» и «Маленький лорд фон Флерой» для Джек Пеккард Сток Компани. В 1915 году в возрасте 15 лет она появилась в постановке «Полигамия» в парк Сиатте в Нью-Йорке. Благодаря своей матери Полин получала различные роли. При этом мать скрывала от дочери ее истинный возраст, который та узнала только в 1998 году в возрасте 94 лет. Карьера Полин началась с момента рождения в 1903 году и закончилась в 1929 году. После этого она ушла из киноиндустрии, но тем не менее сохранила с ней связь благодаря своему мужу-кинематографисту. Первым фильмом Керли стала лента «Запущенные отношения» 2012 года. Там она сыграла одну из девочек, в то время как главные роли сыграли Лоуренс Флоренс и Ован Мур. Для съемок в фильме 2014 года «Прямая дорога» Полин была одета в мальчиковую одежду, поскольку играла роль мальчика-беспризорника. В 1915 году она сыграла инженю Клаудио Фроулер в фильме «Жить без души», являющемся адаптацией романа Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современной Прометеи». В 1917 году мать Полин Керли в поисках более прибыльной работы привезла ее в Голливуд. Тогда же ей досталась роль княгини Ирины Романовой в фильме Герберта Брэнна «Нападение Романовых». Эта первая ее работа в Голливуде, согласно Берриэти, принесла ей широкую известность. В 1918 году она исполнила главные роли в пяти фильмах, в частности, снималась вместе с Дугласом Фарбингсом в главной роли в первом полнометражном фильме «Кинга Видера» «Поворот на дороге». Снялась вместе с Дугласом Фарбингсом и Телли Маршаллом в фильме «Граница в Марокко» в 1918 году. Данная картина повествует о приключениях молодого американца в Марокко. В 1920 году она вместе с Бринсли Шоу и Антонио Морено появилась в сериале «Витограф. Невидимая рука рынка». Режиссером выступил Уильям Боуман. Это был первый фильм актрисы в жанре вестерн. В 1926 году снялась вместе с Хелен Чедвик, Джеком Монхоллом и Эммит Кинг в фильме «Голая правда». В 1922 году вышла замуж за кинематографиста Кеннета Питчей и, взяв его фамилию, оставалась с ним вплоть до его смерти в 1988 году. Они прожили вместе 66 лет. Имели троих детей, двух сыновей и одну дочь. Среди них Кеннет Питч, младший, родившийся 29 июня 1930 года, скончался 22 марта 2006 года. Паулина Роуз, родившаяся в 1935 году. И Мартин, родившаяся в 1949 году. Паулина умерла через несколько дней после своего 96-го дня рождения, 11 декабря 2000 года. Ее пережили трое детей, семь внуков, 13 правнуков и один прапраправнук.